Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аркелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моём канале. Сегодня я снимаю видео со своей мамой. Большой привет всем! В этом видео мы будем отвечать на вопросы, которые нам подготовили Каринины подписчики, то есть были ребята. Не знаем совершенно, какие это вопросы. Я думаю, что там вы постарались и задали какие-нибудь каверзные вопросы. Посмотрим, ответим. Да, и я специально просила зрителей в Инстаграме, чтобы мне писали неловкие вопросы, поэтому будем отбирать, смотреть, посмотрим, что будет из этого такое прям, возможно, необычное, и вы 100% в этом ролике узнаете что-то новенькое обо мне или о моей маме или о нас. Поэтому усаживайтесь поудобнее, смотрите это видео до самого конца, потому что в нём я спрятала три эмодзи. Ваша цель — найти эти три эмодзи и отправить мне в директ в Инстаграме. Победители получают сигны, видео-приветики, подписки, лайки и многое-многое другое. В очередной раз снимаюсь у Карины в видео, надеюсь, что оно вам понравится, и мы будем начинать. Да, поехали! Первый вопрос тебе, мама. Сдумали ли вы, что Карина станет популярной? Мне кажется, каждый родитель, когда появляется у него ребёнок, он желает ему счастья и всего-всего, чтобы всё самое лучшее было у его ребёнка. Ну и, наверное, где-то в какой-то мере хочет и чтобы ребёнок был где-то популярный в чём-то, чего-то добился, каких-то успехов, результатов в каком-то деле. И в определённый момент это случилось с моей дочкой. Но происходило это постепенно. То есть, я думаю, изначально вы вообще не думали, что как бы я буду дальше блогером? Думали, наверное, я побалуюсь и всё, и брошу камеру, да? Конечно, да. Всё начиналось, как всегда, с кариненных капризов. Вот ей всё время дай-подай, вынь-то положь, как говорится. Всё она хочет, всё ей надо, за всё она хватается. Взбалмышный ребёнок, бешеный, егоза, которой всегда всего мало. И вот, как бы, нашла она себя в этом поприще. Мы не думали, что это её сильно увлечёт. Думали, что, ну вот, побалуется. Но это всё настолько затянулось, что это уже просто сколько лет? Ну, шесть лет уже, получается. Да, и вот первый год, когда прошёл, её увлечение в этом росло-росло. И мы уже тогда начали понимать, что это что-то, наверное, похуже серьёзное. И вот во что это вылилось. Да, и я на самом деле очень рада то, что родители, мам, вы меня поддержали в этом. Потому что очень многие зрители у меня сейчас в интернете проходит небольшое обучение. Что делать, если не поддерживают родителей? Что делать, если у тебя нет хорошей камеры? Что делать, если там у тебя всё плохо, всё ужасно, и ты думаешь, что ты никогда не станешь блогером? Что тебя не поддерживают, у тебя всё отвратительно? Я рассказываю вот и то, что делать в этом случае. И, кстати, ребятки, вы можете по ссылке ниже перейти в мой телеграм-канал. И там в закрепе будет файл. 30 советов по развитию блога и 7 секретов моих личных. Этот гайд бесплатный. Можете просто его скачать, посмотреть, подписаться на меня в телеграме, подписаться на меня в инстаграме. Я бы, наверное, тоже нашла бы выход из ситуации, если бы, мам, вы меня не поддерживали там как-то. Я уверена. Ну, сначала, да, сначала, то есть, я снимала видео. Ну, и как бы вы, мне кажется, даже всерьёз-то не воспринимали, правильно? Конечно, мы не воспринимали. Мы даже где-то запрещали, где-то что-то там, ну, может быть, немножко угрожали. Типа не надо. Собирали, прятали. Потому что это настолько было у неё увлечение серьёзным, что там где-то она пропускала, там, не буду домашние задания делать. Ну, когда в школе училась, в начальных классах, где-то вот это я пропущу. И начиналось какое-то вот это вот немножечко враньё там. Да, и поэтому я такая... Девочка очень хитрая. Типа я всё сделала, я сниму, пойду видео, там, раньше же такие условия были. Да, и мы условия ей ставили, что снимаем только по выходным, всю неделю учимся. И вот как бы на это она, слава богу, пошла с учёбой. У нас всё было хорошо потом. И вот так мы договорились. И в каникулы она снимала, и целые выходные она снимала, и пропускала, там, какие-то прогулки, встречи, там, с друзьями. Но она всё снимала и снимала. И вообще-то же надо было такое терпение иметь. Да, каждая встреча с подругой даже у меня была заснята на камеру. Вот, поэтому я думаю, что на этот вопрос мы ответили, ребятки. И гайд вы можете найти по ссылке в описании. Качайте и становитесь блогерами популярными, крутыми, бесплатно вместе со мной. Итак. Знаете, ещё хочу добавить, что нужно иметь такое упорство, вот как имеет Карина. Потому что она снимает в день по несколько видео. Она с утра встаёт, наводит марафет, там, заправляет кровать, позавтракала, и всё, и её нет. Она всё время только со второго этажа кричит «Тихо, я снимаю!» Вот это вот «Тихо, не орать! Тихо, все заткнитесь!» Вот это безусловно, значит, «Все заткнитесь!» Любимая фраза «Я снимаю!» И вот так целыми днями она что-то снимает, 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 выйдет, пожрёт. Извиняюсь за вашу задание. Опять снимает. Или, знаете, как выходит, что пожрать? С таким лицом. А всё должно быть уже готово, всё накрыто. Карина пожрала, ну, чтобы без скандала, знаете, так. Пожрала и быстренько на второй этаж, и нет Карины, всё, Карина снимает. Да, да, да. А если не готова пожрать, то мама дорогая. А если мы ещё даже где-то гуляем? Тихо, я записываю историю! Так, ребятки? Все идут, все тихо такие, все на прогулке. Птицы заткнулись, всё, Карина записывает историю. Да, она идёт. Ребятки, я сегодня гуляю, чудесное настроение. Родители сзади идут, молчат, таким, боже мой. Вот. Ну, короче, это моё любимое увлечение. С этим ничего не поделать. Теперь вы знаете первый секрет. Вот, и мы продолжаем. Следующий вопрос. Он, как я поняла, мне, но сначала я подумала, что маме, если у Карины была первая любовь из садика, то пусть расскажет про неё историю. Ой, слушайте, я бы... Я тебе рассказывала, помнишь, про мальчика Галиеба? А, да. Ты общалась с мамой. Да, да, да. Ты помнишь его? Маму. Очень мельком. Я помню, прям тоже, да, вот так, знаешь. И я помню, как этот мальчик Глеб, я даже забыла его фамилию, он был очень симпатичный, такой красивенький. Он у тебя сейчас смотрит, наверное. Наверное, да. И наши мамы, я помню, даже как-то общались, и он иногда ходил ко мне прям вот в гости. Мы общались, разговаривали. А я же была ребёнком, ну и тем более, это был детский сад, в прямом смысле этого слова. И происходило всё настолько смешно, что я любила даже иногда над ним поиздеваться и посмеяться в плане того, чтобы всё, я с тобой больше не дружу. Всё, мы больше с тобой не общаемся. И он ходил, косился на меня в садике. Вот это я прям помню, как будто вчера было. Я любила прям так людей из себя. У всех есть. А, ну да, это твоё любимое занятие. Вывести человека и понаблюдать. Мне кажется, она такой человек, как бы в этом плане, она очень любит смотреть реакции людей на то или иное её поступок. Провоцирует иногда на что-то и берёт, наверное, может быть, какой-то опыт с этого. Не знаю, для чего ты это делаешь. Специально вывожу людей. Я, слушай, даже не знаю, с чем это связано. Если человек мне начинает надоедать, то да, действительно, я могу как-то его взбесить. Специально, даже не специально, а сама того не замечая, поссориться с ним. И потом сказать, что всё, типа, прости, мы не можем общаться. И причём это происходит не из-за того, что мне этот человек неинтересен, а из-за того, что, возможно, как-то он меня на что-то спровоцировал. Или мне кажется, что он меня, может, как-то предаст. Может быть, всё, что... Короче, это просто интуиция. Да. Ты чувствуешь, что что-то тут не твоё, и доводишь человека, и тем самым до свидания. Да не всегда довожу, но всё равно до свидания говорю. Итак, следующий вопрос. Было ли такое, что Карина озверела, бомбанула, взбесилась по полной программе? Вот расскажи про меня, чтобы зрители узнали всю правду. Вот, а ты себя описала прям просто. Да? Это ты озверела, бомбанула. Это такой характер. Вот прям, мне кажется, и имя ей очень подходит, Карина. Она, когда родилась, мы думали... Ну, очень мало времени мы думали, как назвать этого человека. Когда мы её увидели, сразу поняли, что это Карина. С её, кстати, вот говорят, знаете, такая есть... Наверное, это всё правда. Если в имени есть буква Р, то человек будет с таким стержнем, упорный. И будет всегда стоять на своём. Вот у меня просто две дочки. Я к чему веду? Что одна Карина с буквой Р в имени, а вторая Полинка. И вот они у меня две абсолютно разные. Карина вот с таким вот характером. И вот она вот такая у меня хищница, что ли. Но она по гороскопу рыба, и она, наверное, очень хищная рыба. Наверное. Типа акула. Акула. А Полинка, она наоборот, очень нежная. И у неё в слове, ой, в слове, в имени нет буквы Р. И вот как бы я всё-таки верю в эту историю, что озверело-бомбануло, и всё равно как-то это вот и с характером, и в судьбе, и всё это как-то вот всё-таки есть. И Карина, она такая, да, вешеная, напористая, уверенная, строгая. И всегда она прёт. Вот знаете, вот это вот слово, оно на самом деле к ней очень подходит, потому что она не будет обходить, где-то искать чего-то обходные пути. Она просто прёт, и всё, вот на пролом. Она всё отодвигает везде, и просто прямо. Да, да, стремлюсь, ставлю себе цели, и иду к ним, несмотря ни на что. Наверное, вот это ты имела в виду. Если я поставила себе цель добиться чего-то, добиться, чего-то снять, чего-то сделать, я это сделаю, я заколебу всех, но я это сделаю. Если у меня мечта, там, я не знаю, научиться летать, я уверена, я научусь летать, реально вам говорю. Если этого захочу, просто всей душой. Следующий вопрос с Карине. Хотела высказать маме недовольство. Слушайте, у меня, наверное, никогда такого не было. Я, думаю, что было. Но если я злая, то могу там что-нибудь сказать. Это, конечно, да, меня ставит в неловкое положение сейчас. И я уже не знаю, как ответить на этот вопрос. Нет, было такое, когда действительно я злилась и могла что-то сказать со зла, но не сильно обидное, не сильно такое прям ужасное. Просто типа, что я чего-то делать не буду, или что я не хочу, или нет. Вот просто мое слово нет без каких-либо аргументов. Вот такое, да. Если это можно назвать недовольством, то да. Вот, а ты как считаешь? Ну, не согласна я с тобой, Карина. По поводу недовольства, все равно это часто случается. Часто ты недовольна. Это, опять же, в силу твоего характера, в силу твоего упорства. Вот. Всегда должно быть все четко у нее. Все вот как она задумала. Если что-то вправо или влево, как я вам уже говорила, ее не устраивает. Все должно быть только так, как у нее вот это вот родилось в голове. Причем, если это родилось 5 минут назад, все должны срочно под нее подстроиться. Вот. И у нас как бы даже такая тема, она по гороскопу рыба, а мы все втроем. Полина, папа и ты стрельцы. Да, мы стрельцы. Как-то Карина, когда начала немножечко в гороскопах чего-то там искать, узнала, что она рыба, узнала, кто мы. И такая грустная сидела, мама, что я одна рыба, а вы все стрельцы. Я чуть не заплакала, я помню. Ну, вот так это получилось, что у нас одна рыба. Да, у родителей, причем день рождения в один день, 7 декабря, а у Полинки 17, представляете? То есть разница в 10 дней всего. А я вообще куда-то в другое измерение, в другой день, совершенно в марте 14 родилась, все рыба, стрельцы, вообще капец. Вот. Дальше вопрос. Маме. Было иногда стыдно за видео Карины? Вы знаете, наверное, да, потому что в силу возраста, как бы ее, с того момента, когда она начала снимать, она была еще совсем маленьким, ну, таким, для меня все равно еще маленьким ребенком. Ребенок, конечно, да. Неопытным, не где-то в какой-то степени неграмотным, и все это у нее приходило на опыт, и мы ей, бывает, что она снимет видео и сразу его выложит. Мы ей с папой много раз говорили, ты сняла видео, покажи, мы посмотрим, где-то посоветуем, где-то ты поправишься, что-то исправишь. Все, ей кажется, что она сняла, все, значит, все идеально получилось, раз она это делает, а она профессионал, вот, поэтому все зашибись. И мы потом смотрим, ну, боже мой, это же сейчас столько людей смотрит. Да, да, да. Ты ей скажешь, а она критику не воспринимает. Ну, а потом? Она такой человек, что вот ей скажи, она надуется вся, ну, все, не смотрите такая, знаете. Но зато потом через год, когда действительно прошло время, я смотрю на то видео, про которое мне говорили родители, Карин, ну, обрежь этот момент, или просто надо было сказать вот так вот так. Я с ними полностью согласна через время, зато вот тогда, когда они мне это говорили, я такая, нет, у меня все нормально, я так решила. То есть у меня такое с детства, то есть, что я могу долго не слушать родителей, а потом сама говорить им то же самое, как они мне, например, в детстве говорили. Карин, зачем ты так странно улыбаешься на фотках? У меня всегда на фотографии была одна и та же улыбка, типа, вот, типа, вот такого. И все, и мне постоянно говорили, Карин, ну, улыбнись ты, ну, обычно улыбнись, зачем ты все свои мышцы лица напрягаешь и просто делаешь какое-то лицо, как будто ты обкакалась. И все, и потом, я реально, прошло время, я говорила, нет, очень красиво, я реально считала красивым. И потом прошло время, и сейчас я думаю, боже, что с улыбкой? И мама говорит, Карин, а мы тебе коварили. Да, и сидели, смеялись, просматривали фотографии, где у нее такое выражение. Да, или где я брови нарисовала, помнишь, кирпичи вот такие черные, квадратные. Нарисовала коричневые, ой, коричневые. Черные палки такие себе, просто палки, знаете, наклеить, если вот так приложить, две палки. А это же не было? А это что ты мне кидала? У меня где-то есть в телефоне. Если что, ребят, я прикрепляю сейчас фотографию, вот, фотка с моими бровями, и вот с кем меня мама сравнила на этой фотографии. И так дальше. Следующий вопрос. Почему вы решили назвать Карину? Вот это часто. Мы, кстати, на этот вопрос уже отвечали в предыдущих вопросах. Я понимаю. Почему мы назвали Карину Кариной? Потому что изначально фамилия наша Аракелян. Вот, и, соответственно, нужно было подобрать соответствующее имя. Вот, и мы выбирали из нескольких вариантов. Их было всего у нас, по-моему, два или три варианта. Мы рассматривали Дарью. Мы рассматривали Марину. И Карину. Карина у нас была таким запасным, как бы, вариантом. Но когда родилась вот эта девушка, я открыла свои глаза. Хотя они еще такие были малюсенькие, у новорожденного ребенка. Но у нее такой был лысая голова и такой черный пушок. Я думала, ну это вот вообще стопроцентная. Карина такая прям никакая. Это ни Марина, ни Дашенька никакая. Это прям, знаете, Карина. Карина такая родилась Карина. Причем всю беременность я ходила... Она меня всю беременность пинала. Можно я уже наконец-то рожусь на этот, появлюсь на этот цвет? Да, она такая была нетерпеливая. Я всю беременность просто промучилась. Это опять же, к слову о том, что Полина и Карина, да? Карина всю беременность мучила, пинала меня. То куда-то вверх, то по всяким там местам. А Полька так спокойно вообще всю беременность я с ней проходила. Но вот это вот чудо-юдо, конечно, дало мне. Такая вот я родилась, конечно. Ну, вы, ребят, как считаете? Действительно, я знаю, что вы привыкли к тому, что меня зовут Карина и что мне идет это имя. Но представьте хотя бы на секундочку, если бы меня звали там Даша или Марина. Мне кажется, что, ну, либо это из-за того, что непривычно, либо это из-за того, что, ну, как бы... Тебе подошло бы любое нерусское имя. Да. А внешность как бы нерусская, да, папа у нас нерусский. Поэтому тебе легко подошло бы какое-нибудь имя. Мадина. Ну да. У тебя, кстати, была подруга Мадина, да? Да. Караниза Д у нее была фамилия. Да, она может быть тебя смогла. Да, возможно. Я, кстати, любила находить еще фотографии из детского сада, когда уже такие выпускные. И находить некоторых во Вконтакте. Прям так интересно было смотреть, как они изменились. Мадина, кстати, тоже очень красивое имя. Дальше. Маме. Бывали случаи, когда Карина за кустами делала свои дела? А, пописала что ли? Мы думали сначала, что этот ребенок будет биологом. Ей так ее интересовали очень всякие букашки, таракашки. Да. Да. Причем я не знаю, с чем это связано. Я помню, как я ловила кузнечиков, божьих коровок. Кузнечиков собирала в ведерки, руками их ловила. Да. Я причем тоже очень брезгливая. Я вообще не понимала, как может ребенок затронуть вот эту букашку руками. Да. Богомол, вот этот, я помню, его в руках держала. А сейчас, когда я вот это вспоминаю, я даже не могу, когда мимо меня кто-то пролетает. Я просто не переношу паука, если я вижу. Я просто, у меня все, у меня просто инфаркт, мне может сказать. Карина, это у тебя счастливое детство, я считаю. Вот в нашем детстве мы жили в то время, когда было практически в каждой квартире жили тараканы. Да. Сейчас ни у кого нет тараканов. Ну, большинства, по крайней мере, живущих на этой планете нет тараканов. Но раньше, мне кажется, они как-то... Знаете, зайдешь на кухню ночью попить водички, и тараканы такие разбегаются. Всегда, я помню, родители боролись. Это до моего детства? Я еще не родилась или были? Это в моем детстве. Да, 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 поняла. Родители всю жизнь боролись с этими тараканами. Все время что-то подсыпали, какие-то ловушки ставили, все время что-то делали-делали, но они никуда не девались. Они, видимо, может быть, куда-то к соседям уползали на недельку, скажут, сейчас траву подметут, мы придем. И все, и к нам обратно возвращались эти тараканы. Это вообще был ужас. Как я их боялась. Я и сейчас до сих пор показывают какие-нибудь передачи, там, где-нибудь тараканы или что. Сейчас ты, конечно, не увидишь тараканов. Нажется, это редкий случай. В зоопарке только, если у нас в Московском. Да, да, да. Очень много всяких тараканов. Там вообще, ну, раздавить. Но я туда не хожу. Эти две кулемы, мы, кстати, отошли немножко от тем. Эти две кулемы, Карина с Полиной, мы тут в прошлом году, по-моему, в последний раз были в зоопарке в нашем, в Московском. Они пошли в отделение, где куча всяких вот этих насекомых. Мауки. Я сказала, я вас тут подожду, как бы я даже вот туда подниматься не буду, потому что я настолько тоже это все не... Я еще поражаюсь, как они пошли туда. Интересно было посмотреть, они же в стекле, но все равно. А вот это интересно, когда перед тобой сидит кто-то... Посмотрели они это все, и что вы думаете? Они еще за мной спустились ведь все-таки, подняли меня на этот второй этаж, но я ужасно. Давай покаживать. Конечно, сходите, посмотрите. Там еще, кстати, всякие блохи даже. Даже блохи? Да, да. Я не представляю, как вот их обслуживают. Есть же специальные служащие, которые ходят, там, например, блох кормят. Чем он их кормит? Не понимаю. Как ты думаешь? Не вообще капец. Подсаживают, может, в клетку к животному? Ой, не, это уже живодерство какое-то. Что это блохи мне интересного? Не знаю, мне тоже интересно. Они же как-то... Напишите, ребят, в комментариях, будет очень интересно прочитать. Короче, насекомые это ужасно. Да, все, кошмар. Следующий вопрос. Мне было ли такое, что тебе было стыдно за маму? А почему нет? У меня такого не было никогда. То есть маме, возможно, за меня было стыдно. Но для меня мама это пример. Человек, который меня воспитал от и до вместе с папой. И я никогда даже не думала о том, чтобы мне было стыдно за что-то, что, например, делает или сказала мама. Никогда. То есть для меня даже если мама что-то скажет, что, по моему мнению, будет неправильно, у меня вот так по щелчку мнение поменяется. Я скажу, раз мама так сказала, значит, у меня так тоже должно быть правильно. Вот поэтому стыдно мне не было никогда. Я считаю, что, ну, зачем? Типа, бред какой-то. Следующий вопрос. Было ли, что ты материлась перед мамой? Давай вот ты ответишь на этот вопрос. Конечно, было. Вообще такое чудовище. За маму вообще не волнуется никак. За папу боюсь. Да, потому что у нас папа иногда допускает. Словечки какие-нибудь. Словечки, да. Ну, он когда по работе что-то там разговаривает с кем-то, иногда он у нас занимает такие руководящие должности, иногда он себе позволяет выразиться неправильно. Это девушка у нас, видимо, переняла немножечко от папы. Да, да. И я тоже иногда. Бывает даже, что я не замечаю и говорю какие-то слова. Мама такая, Карина-то сматерилась. Я такая, да. Я даже этого не замечаю. Вот, ребятки, материться плохо. Вот. Дальше вопрос. Как часто Карина бесила вас в детстве? Было ли такое, что я тебя прям выбесила, что у тебя не было больше сил в детстве? Я понимаю, что когда мне было лет 10-12, мы ссорились постоянно, потому что я была психом. Я всегда кричала, кидалась, рала. И вот, знаете, говорят, что подростковый период, он там 15-16 лет. Я бы не сказала, что у нее сейчас подростковый период. Мне кажется, сейчас вот Каринке 17, он у нее где-то был в 12. Вот как раз так то время, вот 12-13, наверное, да? Для нее это был вот какой-то переходный такой возраст, когда она просто вела себя, я уже думала, что это вообще происходит с человеком, не с водителем, не ее к специалисту какому-то, может показать. Но ничего, мы нашли, находили, пытались там как-то договариваться, искать какие-то компромиссы. Было тяжело, да. Бывало, что она бесила, прям вот и сил никаких не было. Но ничего, справились. Да, были ссоры, я могла там как-то покричать, там, я не знаю, сказать, то делать не буду, это делать не буду. Была очень такая психованная, но все очень резко изменилось. Вот прям, я помню, мама мне прям даже, ты говорила, типа, Карин, ты как будто каким-то другим человеком стала, помнишь? Да, вот прошел этот период, и вот она как-то изменилась. Знаете, точно вот она говорит, вот по такому щелчку. Как-то это все хоп и случилось. Ни с того, ни с сего просто я поняла, что, а че это было со мной, и все, как будто какое-то раздвение личности у меня было. Вот именно так я и думала, что в ней живут два человека, вот в тот период. Точно, ты мне напомнила. Да. Надеюсь, тот человек не вернется. Я тоже на это надеюсь. Да не, не вернется. Вопрос перед предпоследним. Итак, твоя мама смотрит твой или Полинин канал? Ну, то есть, как часто? Ты, мне кажется, вообще не смотришь даже. Я очень редко смотрю. Потому что не интересно. Я очень интересно, когда смотрю, я переживаю, я волнуюсь, и поэтому я себя от этого немножко отгораживаю. Да? Они мне только рассказывают, что вот это вот сняли. Иногда, когда они смотрят, просто в телевизоре, ну, на телевизор выводят, включают YouTube и смотрят там свои видео, вот тогда я смотрю. А так, чтобы я специально села, посмотрела. Я даже вот сколько с Кариной снималась, я еще не смотрю. Папа зато любит посмотреть замечания какие-нибудь сделать. Папа, причем при всех, вот там, включит. Да. Полную громкость. Вместе сидит. Да. Всегда вот мои истории. Причем пофиг, мы смотрим кино, например. Да, да. Или что-то, знаете, сидим, увлеченно смотрим папу. На полную громкость. Включат. Никого нет у папы видео. Да, да, да. Дальше, предпоследний вопрос. Мне про маму было ли такое, что мама не верила в тебя или не доверяла тебе? Вот насчет доверяла или не доверяла, я не знаю, потому что, ну, если мама мне что-то не доверяет, она не будет говорить об этом напрямую. Она может просто как-то либо отойти от темы, либо сказать, Карин, не надо, ну, так, чтобы я тебе не доверяю, напрямую она мне никогда не говорила. Было ли такое, что мама не верила в тебя? Вот это я у тебя хочу спросить. Мне кажется, мама и папа всегда за своих детей, там, я не знаю Нет, ну тут как понять вопрос еще, было ли такое, что не верила Ну, бывает же, дети врут, и я это чувствую, например Ну, приходят дети, там, что-то напакостили Нет, это я не делала, там, или здесь я не виноват, там, меня здесь не было, там, или что, получил пять, про два и про три, молчим Ну, то есть, как бы, ну, я чувствую своих детей очень сильно, поэтому кто врет, кто не верит Вот с враньем, да, а вот насчет того, что не верила ли в тебя, в плане, типа, достижений, там, вот этого всего, мне кажется, верила Вы знаете, был такой момент, когда вот она только начинала вот всем этим делом заниматься своими съемками, видео, инстаграм Ну, был момент, да, когда мы не думали, что это будет твоим увлечением Просто вот я говорю, что это прошло время, когда мы увидели твою настойчивость, твое упорство и твое вот увлечение И то, что ты так втянулась, что у тебя получается, тогда да Да, да Поверили Прекрасно И последний вопрос, он общий, есть ли у вас тайны друг от друга? И много ли? У меня есть, есть то, что я не говорю никому, ни родителям, ни сестре, никому, это прям такое мое личное Да? Да У меня есть такое? Нет Прямо сейчас Прямо на камеру, пускай все узнают Мне кажется, ты мне все рассказываешь Ну, все рассказываю, да, но есть какие-то моменты А ты? Ты тоже что-то скрываешь? Ну, конечно, скрываю Большую часть, конечно, я тебе все рассказываю Я знаю, что у мамы есть личный дневник, но она мне не дает его посмотреть Он не то, что есть, это дневник с детства Там такой период, когда там ухаживали мальчики, когда я училась в школе Такое, мне в принципе не стыдно тебе его показать, но просто он лежит у меня в закрытом доступе Да, чтобы никто не это не трогал Да-да, от папы тоже не показываешь? Нет, все, личный дневник мне тоже надо начать писать Ну, это память из детства, поэтому так иногда посмотреть, вспоминать, похохотать Да, да, тоже круто Ну и на этом все, ребятки, мы с вами прощаемся Надеюсь, что это видео, ну, вам показалось и оказалось для вас очень веселым Мы вас очень любим Если вы хотите больше видео с мамой, то пишите об этом ниже в комментариях Кстати, вот прямо сейчас после съемки этого видео мы с мамой сделаем нашу общую крутую фотографию Если вы хотите на нее посмотреть, вот она, она сейчас заблюрена, размазана Посмотрите на нее у меня в инстаграме Ник вы сейчас видите на своих экранах Проявляйте активность и я там провожу розыгрыши на деньги, на сигны, на видеоприветики, на подписки Поэтому все ссылки в описании Гай 30 советов и 7 секретов по блогингу вы можете скачать по ссылке ниже, перейдя в мой телеграм-канал Все супер круто, я вас люблю Подписывайтесь на мои социальные сети Придумайте темы, которые вы хотите, чтобы мы с Кариной еще, может быть, когда-то сняли Большое вам спасибо за просмотр Да, мы вас любим Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok